Недельный раз делал туладот сначала, и вот родословный Ицхака, сын Авраама, Авраам родил Ицхака, Ицхаку было 40 лет, когда он взял Ривку, дочь Бетуэля, арамейца из Падана Рама, сестру Лавана Арамейца, себе в жену, и молился Ицхак Богу о своей жене, потому что она была бездетна. И Господь выполнил его просьбу и зачала Ривка его жена. И молился Ицхак Богу о своей жене, потому что она была бездетна. Вот интересно, уже второе покорение врейского народа, второе покорение в этой семье, у Авраама жена бездетна, и Ривка, оказывается, тоже бездетна. Случайно. А может, и не случайно. Комментаторы обращают внимание на то, что порядок слов предложения, он тоже любопытный здесь. И молился Ицхак Богу о своей жене. Почему? Потому что она была бездетна. Идея, вроде бы, лучше было бы начать по-другому. И была Ривка бездетна. И поэтому Ицхак молился. Сначала причина, почему привозникла молитва, а уже только потом следствие. Очевидно, что в самом вопросе напрашивается уже и ответ. А именно причина и следствие здесь просто нужно поменять места. Это связано с тем, что мы спросили раньше. Случайно ли это? Правда, мы спросили это во втором поколении. Ну что, два поколения бывает. Но забегая вперед, мы знаем, что это случилось и в третьем поколении. И у Якова же, его жена Рахель, тоже была бездетна. И здесь наши мудрецы говорят, конечно, это не случайно. Хотя, почему это так? Казалось бы, как там сказано у классика, чтобы иметь детей, кому ума не доставало. Самая простая вещь, самая элементарная вещь, самая естественная вещь – рождение детей. А вот у еврейского народа все получается естественным образом. Все получается непросто. Все получается не само по себе, не естественным образом. Мудрецы объясняют, что не то, что они бездетными были причиной, а следствию тоже нужно помолиться. А что же еще делать человеку, у которого не получается естественным путем? Не так все наоборот. А именно, цель – это молитва. А средство для того, чтобы была эта молитва, нужно создать ситуацию, в которой человек почувствует, что ему необходимо молиться. Поэтому матери были бездетны. Молитва – это способ приближения к Богу. Близость к Богу – это форма, в которой и должен-то жить еврей. Что значит близость к Богу? Близость к Богу – это значит чувствовать, что если я ем, это значит, что меня сейчас кормят. Не я сам ем, а Бог меня кормит. С ложки, не с ложки. Но Он меня кормит. То же самое. Если рождается ребенок, это значит, что Бог дал ребенка. А как это почувствовать? Ведь вроде бы весь этот процесс, все естественно, все привычно. И у сотен тысяч, и у миллионов людей тоже это все бывает. И у дикарей где-нибудь в Центральной Африке тоже все как… Вот для того, чтобы почувствовать, что это не все так, что это именно что… Бог дает ребенка. Именно для этого и создается ситуация, в которой естественным образом не получается. Ни у Зара не получается, и ни у Ривкина не получается. И вот тогда, тогда-то рождается и молитва. Молитва не как способ передачи просьбы и вопли о том, чего нет, чего не хватает. Молитва – это прежде всего ощущение, ощущение человека в том, что он действительно не самодостаточный, что ему действительно не хватает, что ему необходимо то, чтобы Бог дал. Поэтому и оказываются наши праматери в такой ситуации, когда дети сами не рождаются, пока они их не просят, пока они не молятся. И вот и молился Ицхак Богу о жене своей. Ну, переводчик переводит, как обычно, литературно о жене своей, хотя не так написано в оригинале. В оригинале написано «Вейтар Ицхак Ля Шем Ли Нохах» и что? Нохах вообще это означает «напротив», напротив. Ну, и как обычно, «пшат» означает, не будем понимать это буквально, «напротив», имеется в виду, что он молится по поводу своей жены, о своей жене, так, как можно объяснить это и перевести это в литературу, а «мидраж». «Мидраж» требует объяснения и понимания буквального. «Напротив», значит, «напротив». Ну, а тогда в чём тогда это такая информация, что Ицхак молится напротив своей жены? Какая разница, он напротив жены или напротив стенки, напротив стула, напротив стола? Какая разница, что он… Раши пишет так. Он стоял в одном углу и молился, она стояла в другом углу и молилась. То есть, чтобы не подумали мы, что молился только сам Ицхак. Молился, конечно, его жена тоже, безусловно. Прежде всего, она должна была почувствовать, что она не самодостаточный человек, и поэтому и она молится, и Ицхак молится. Тогда продолжение стиха. Смотрим внимательно. И Бог выполнил его просьбу, и зачалоривка его жена. А уж тогда, если бы мы думали, если понимать это как пшат, то есть Ицхак молится по поводу своей жены, и Бог внемлет его молитве, и всё получается, и жена забеременела. Тогда всё хорошо. Но если мы это понимаем как мидраж, то есть понимаем это буквально, что он молился напротив своей жены, которая в это время тоже молилась, тогда у нас просьбе его, а не просьбе её, казалось бы, по логике вещей всё должно было быть наоборот. Когда человек, как тот, кому… Когда два человека болятся, предположим, один больной, а второй молится о нём, о больном человеке, и оба молятся. Кому, скорее всего, Бог в небу? Скорее всего, больному, потому что его молитва, она таки молитва куда более глубокая, поскольку больной сам чувствует свою боль, другой человек, он может сопереживать, всё он может, но всё-таки при всём притом, это не то. Казалось бы, здесь то же самое, нужно было бы ожидать, что Бог внемлет в молитве бездетной женщины. Раши приводит на это ответ мудрецов, потому что не сравнить молитву праведника, сына праведного отца, с молитвой праведника, потомка отца нечестивого. То есть, оба и Ривка и Ицхак были людьми праведными. Если так, то, по идее, можно было бы ожидать, что Всевышний внемлет и его молитвы, и её молитвы, вместе с тем, его, а не её. Почему? А вот ответ, который даёт Раша, он снова не очень-то понятен. Потому что у неё подкачали анкетные данные, потому что Ицхак, только он сам праведный, но у него ещё и праведный папа. А Ривка, хотя она человек, безусловно, достойный и праведный, но папа, с папой там не вышло. Папа, мягко говоря, человек нечестивый. Почему я говорю, что непонятно? Снова логика подсказывать нужно было бы по-другому. Ведь если Ривка сумела вырасти достойным и праведным человеком, будучи дочкой нечестивца, да и, как мы помним, брат у неё тоже был бы, мягко говоря, так если так, казалось бы, её заслуги куда больше, чем заслуги Ицхака, который родился в семье большого праведника, просто большого праведника, а в семье Авраама. Естественно, он в этой семье принял всё, все те вещи, которые для него были элементарными правилами поведения для других людей, это какой-нибудь подвиг нравственный. Так у кого же больше заслуг? Как же понимаем, Башин? Не исключено, что можно посмотреть по-другому. А именно. Вот два человека. Один родился в хорошей семье, а второй родился в семье, которая явно не могла быть ему примером. Такому человеку, который родился в семье подобной семье Ривки, в которой папа Бетуэль и брат Лаван, и город, в котором она родилась тоже, для того, чтобы человеку не испытать влияние среды, ему нужны колоссальные силы. Конечно, ему прежде всего нужны силы душевные, это да. Для того, чтобы противостоять влиянию среды, нужны колоссальные колоссальные душевные силы, ибо по природе своей, это вещь известный человек, всегда испытывает влияние среды, это закон природы. Но этих душевных сил недостаточно. Для того, чтобы выстоять, даже обладая колоссальными душевными силами, противостоять влиянию среды невозможно, если Бог не помогает. Только Бог помогает в зависимости от того, насколько человек хочет сопротивляться. Человек, который не хочет сопротивляться, человек, который с самого начала сдаётся, поднимает руки. Кверху и ждёт, чтобы Бог его избавил. Нет. Это нет. Но если человек сопротивляется, если он старается не поддастся влиянию среды, тогда Бог помогает. Помощь здесь должна быть очень большая, конечно. И когда эта помощь есть, то при силе этой помощи человек в состоянии действительно подняться и подняться намного выше своей среды, встать намного-намного выше своей среды. И это то, что было у Ривки. Значит, при всём том, что она поднялась, её собственные заслуги здесь не самые большие, потому что от неё требовалось только вложить, конечно, усилия, от неё требовалось очень-очень хотеть не быть такими, как её папа и как её брат. Но то, что дало ей возможность действительно выстоять в этой борьбе против окружающей среды и подняться так высоко, эта помощь свыше. Что касается Ицхака, то у него не так. Ему не нужно бороться против своей среды. Ему нужно, в общем-то, казалось бы, минимум, а именно ему нужно не испортиться. Минимум не испортиться. Папа у тебя всё, как Мафран, мама сам. Воспитание получает человек самый лучший. Конечно же, и такой человек может тоже испортиться. И может. Но силы для того, чтобы удержаться на этом уровне, чтобы не испортиться, силы нужны куда меньше. Соответственно, и помощь свыше, она тоже меньше. Задача не такая грандиозная, как у Ривки. Задача не такая грандиозная, как у Болейт-Шува, конечно. Но вместе с тем здесь человек. Он должен в основном полагаться только на свои собственные силы. Помощь с ней будет здесь не такая. Поэтому не исключено, что заслуги у такого человека, они на самом деле больше. Поэтому и сказано, что Бог внял здесь в молитве Ицхака. Почему? Ибо он праведник, сын праведник. Так праведнику, сыну праведника, не исключено, что остаться праведником тяжелее. Так или иначе, молитва была принята, и зачала Ривка его жена. И толкались сыновья в её утробе. И она сказала, если так, то зачем же я? И пошла вопрошать Господа. «И сказал Господь ей, два народа во чреве Твоём, два народа из утробы Твоей разойдутся, и один народ сильнее другого будет, и старший будет служить младшему». И снова этот короткий отрывок, он очень непонятный. «И толкались сыновья в её утробе». Ну, беременность – это явление, которое может сопровождаться всякими неприятными ощущениями, в особенности в первые месяцы. Где-то тошнит, где-то ещё что-то. Вполне естественно. Здесь, может быть, сказано, толкались они. Наверное, это больше, чем просто тошнота. Что-то более серьёзное, может быть, даже боли какие-то были. Но вместе с тем непонятно. Первое. Когда есть осложнение, связанное с беременностью, так ходят вообще-то к врачу. Даже если в округе нет врача, так ходят к кому-то, кто имеет знания в области медицинской. Что значит, что она вообще пошла вопрошать Бога. О таких вопросах, как сложности физиологического характера, довольно странно обращаться аж прямо к высшим инстанциям. Второе. Что значит вообще обращаться к Господу? Рамбан, правда, говорит, что обращение к Господу – это не значит, подобно тому, как ходят к врачу, чтобы он разрешил этот вопрос, вопрошать, как надо здесь вопрошать. Не знаю, что задаётся какой-то вопрос. Рамбан – нет, совсем не в этом дело. Речь идёт здесь о молитве. Это не вопрос, это просьба. То есть, если в неё и толкались она в ягодробе, было ей это трудно, тяжело, она молится. Тогда вроде как естественно. Тогда и предыдущий вопрос уходит. Но вместе с тем лицо комментаторов говорит – нет, следует понимать это самым простым элементарным образом, вопрошать, то есть, она задаёт вопрос. И ведь мы видим ответ. Если бы не было вопроса, не было бы ответа. И Господь, как там сказано? И сказал ей Господь – два народа в твоём чреве, и два народа из-за трубы твоей разойдутся. Тоже довольно странно. Если у неё были сложности и проблемы, то, скорее всего, человек в подобной ситуации, его интересует в лечении, его интересует, чтобы проблема исчезла. Но здесь не сказано, что Господь разрешил её проблему. Она не получает никакого рецепта, она не получает никакого успокоения, что всё будет в порядке, всё нормально. Ей просто даётся диагноз, правда, очень своеобразный. Даётся объяснение, почему это так происходит, что значит толкались сыновья в её отроды. Оказывается, это не просто сыновья, оказывается, у неё там двойня, оказывается, это близнецы, и они будут родоначальниками двух народов, которые… Ну и в чём здесь решение проблемы? Её проблема в том, что толкаются сыновья отроды от того, что Бог искал, что это два народа, они пристали толкаться, вроде как не пристали толкаться, тогда совсем непонятно. И, наконец, как ещё понимать её слова? «И толкались сыновья в её утробе». Она сказала, если так, то зачем же я? Что значит, зачем же я? Что значит, зачем же я? Раши говорит здесь, если так, имеется в виду, если так тяжела, если так велика тягость беременности, тогда зачем же я так страстно желала и молилась о зачатии? О, это уже совсем непонятно. Если она, как это подсчитывает Раши, Раши, то в соответствии с тем, как он объяснил это выше, что 10 лет Ривка ждала, и только после 10 лет бесплодия, только после этого, и стали они молиться и просить, то если человек 10 лет, если женщина 10 лет ждёт ребёнка, и, наконец-то, наконец-то происходит чудо, после 10 лет бесплодия, наконец-то есть беременность, оттого, что немножко тошнит в первые месяцы беременности, прийти к такому выводу, если бы я знал, что это так тяжело, так зло, я бы не молилась. Это уже совсем странно, просто никакие ворота не лезут. Раши в самом начале по поводу вот этого толкания сыновей в утробе пишет Раши так. Как бы то ни было, стих этот требуется толкование, т.е. при всём желании объяснить это пепшат, не получается. Приходится толковать, т.е. необходим Медраж, т.е. будем понимать это толкание, будем понимать буквально, т.е. это не просто были обычные явления, сопроводождающие первые месяцы беременности. Кто-то здесь толкался, ну, когда люди толкаются, толкаются люди, либо когда хотят войти куда-нибудь, кто-то первый войдёт, либо, наоборот, при выходе. Что же здесь было? Наши мудрецы толковали это вот как, как быстрое резкое движение, т.е. Ривка заметила любопытную зависимость. Когда она проходила мимо входа в дом учения в Бейт-Медраж, там, где учат тот, то тогда она чувствовала вот эти вот то, что сыновья толкаются. Почему? Потому что тогда Яаков, один из её близнецов, делал резкие движения, порывался выйти. Когда же она проходила мимо ворот языческих храмов, тогда Исаав пытался выйти. Ответ на первый вопрос у нас уже есть. Первый вопрос был, почему Ривка, столкнувшись с трудностями во время беременности, не отправилась к врачу? Почему она отправилась вопрошать Бога? Потому что это не было обычной трудности. Она заметила, что происходят какие-то совершенно странные вещи. Что вот эти вот ощущения того, что кто-то толкается, кто-то пытается выйти, они происходят в тот момент, когда она проходит. Либо рядом со входом в Бейт-Медраж, где учат Тору, либо рядом со входом в языческий храм. Тогда она отправляется к Богу. Вопрошать. Что значит вопрошать Бога? Имеется в виду вот что. И Раши это тоже приводят, и другие комментаторы. Спросить пророка. Спросить пророка, как это понимать? Что означает это явление? И как к нему относиться? Спросить пророка и означало вопрошать Бога, то есть обратиться к человеку, у которого есть контакт с Богом, который может сказать авторитетно и со всеми его связями со Всевышним сказать, что же это значит, и почему это, и как это понимать. Кстати, некоторые комментаторы спрашивают здесь, а что она пошла вопрошать, почему нужно было пойти? Кому она могла обратиться? Может быть, ей никуда не надо было бы ходить, обратиться, например, хотя бы просто к своему тестью, к Аврааму. Почему она не обращается к Аврааму? Некоторые комментаторы говорят, наверное, она не хотела бы огорчать. Может быть. Другие полувшутку, полувсерьёз говорят, что вообще, когда случаются какие бы то ни было проблемы в семейной жизни, самые последние люди, которых нужно посвящать в эти проблемы – это тесть и тёща, свекровь, свёкла. То же самое и здесь. Посвящать Аврааму в эти вопросы не следует. Поэтому она отправляется далеко-далеко. А кто был тогда ещё в этом поколении пророком? Шем. Нам известно уже Шем, который жил в Шалем, то есть в Иерусалиме, в Иоу Коэн-Ле-Ле-Льон, и он служил Богу Всевышнему. К нему-то она и отправилась, и ему она задала этот вопрос, от него она и получила ответ. А на Циеве, в Туле Цивида, Берлин, он приводит здесь ещё более глубокое объяснение, говоря вот, что есть несколько видов, есть различные виды пророков, прозорливцев, провидцев. Есть те, которые видят вещи, скрытые от других людей, которых есть этот дар провидения, они видят то, что другие не в состоянии видеть. Подобно тому, как в Танахе, например, есть сцена, там рисуется, он рассказывает следующая история, Шауль, будущий еврейский царь, когда он тогда ещё совсем царём не был, он был всего лишь юношей, в доме своего отца, и у отца пропали две ослеицы, и он их искал. Искал, 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 не мог найти, тогда его слуга, который его сопровождал, сказал им, здесь не так далеко есть прозорливец, провидец, давай спросим его, обратиться к человеку, который способен видеть вещи, которые другие не видят. То есть, в данном случае у них был простой вопрос совершенно, а не знает ли пророк, был это тогда пророк Шмуэль, не знает ли он, где затерялись две ослицы нашего папы. Ну, а дальше рассказывается, что когда они пришли к пророку, то получили они не свои ослицы, а получил там Шауль назначение быть в дальнейшем царём Итраиля. Ну, это уже совсем-совсем другая история. То же самое здесь. К Авраму, безусловно, можно было обратиться для того, чтобы понять некоторые вещи, которые другие люди не в состоянии понимать. Но здесь, но здесь она получила же на самом деле совершенно другой ответ. Что ей было сказано? «И сказал ей Господь, два народа во чреве Твое, два народа из дроби Твоей разойдутся, и народ народа сильнее будет, и старше будет служить младшему». То есть, здесь есть пророчество на все века, на сотни и тысячи лет вперёд о том, что произойдёт с потомками, с её потомками, от Исава и от Якова произойдут народы, которые в дальнейшем будут вести между собой борьбу, и эта борьба будет борьбой на многие-многие поколения. Вот это вот, это особый вид пророка. Пророк, который в состоянии видеть далеко-далеко на будущее. Вот этим качеством Авраам не обладал, поэтому пришлось отправиться к Шебе. Так или иначе, мы должны ответить ещё на один вопрос. Почему же, несмотря на все объяснения, которые были уже даны, и что явления, которые здесь были описаны, они необычные, нетривиальные. И то, что она замечала, это толкание в своей утробе, когда она проходила мимо мест, где учат Тору, и мимо языческих ран. Но при всём при том, почему же она настолько резко реагирует и говорит, если так, если бы я знала, что так будет, то зачем я тогда молилась о беременности? Пока что мы не получили ответа на этот вопрос. И почему она успокоилась, когда ей дали ответ? Хотя на самом деле никакого решения её вопроса, казалось бы, не было. Был только ответ, что есть двое, есть два близнецы, одни в дальнейшем произойдут. Два народа, которые будут в дальнейшем между собой бороться, и они уже и сейчас находятся в состоянии постоянной борьбы, не могут ужиться даже в утробе у матери. Ну и что? Ответ он вот какой. Ривка не знала, что у неё близнецы. Она знала, что она беременна. Она считала, как в большинстве случаев это бывает, что плод всего один. И она заметила вот эти вот странные толкания, когда она проходит мимо дома, где учат Тору, и когда она проходит мимо языческих храмов. И она поняла, что это наклонность одного ребёнка, которого клонит и учить Тору, и к учению Тору, и к язычеству тоже. Вот это вот уже было страшно. То есть, что вырастет такой сын, который будет хромать на оба колена, и который захочет и того, и другого, который захочет и Торы с одной стороны, и язычество с другой, вот от этого ей стало страшно. Если так, то зачем я тогда уже просил о беременности, если такой сын родится, который не в состоянии определиться туда или сюда, это совсем-совсем плохо. На что она получила ответ, что она может успокоиться? А именно, это не один сын, их двое. Один – его направление к Тору, второй – направление к язычеству. Тогда она успокоилась. Решения проблемы не было, потому что ей нечего было решать, никакие таблетки не решили бы здесь её вопросы. Но, по крайней мере, она успокоилась, что есть два сына, они очень противоположные, они полные противоположные друг к другу настолько взаимоисключающие, что даже в утробе у матери они не могут дружиться, но это не один. То есть, а если бы был один с такими вот противоположными, совершенно исключающими друг к другу одноклонностями и тенденциями, тогда это было бы страшно. Но теперь, когда один так, другой так, ревко успокоилась. Имеет смысл сказать несколько слов о самом этом пророчестве, которое она получила от Шеми. Так, два сына, которые родятся у неё в дальнейшем, Яков и Исафт, имена, которые они получат. Сказано здесь, что это не просто два сына, которые очень-очень не похожи друг на друга, они родоначальники двух, два народа в чреве твоём, да две нации, как здесь сказано, два народа в чреве твоём и два народа из утробы твоей разойдутся. Второе, два народа, скорее две нации, то есть, как объясняют наши мудрецы, что слово упомянутое там, леом, означает мальхуд, то есть, это уже государство. Не только два народа, это два государственных устройства совершенно разных и абсолютно противоположных друг к другу. Яков и Исаф. Яков – родоначальник еврейского народа. И Исаф – родоначальник эдумейского народа. Эдумейцы, когда-то мы об этом говорили, но не страшно будет повторить. Эдумейцы – это был народ, который жил в южной части Эр-Цисраэль и в южной части Иордании, в районе Петра, Негев, туда к югу, и между евреями и эдуметянами были постоянные конфликты, как это здесь Тора и предвидело. Конфликты были на протяжении древней истории. Давид в своё время покорил эдуметян и установил свою власть над ними, затем эдуметяне снова сумели освободиться от ига Израильского царства и причиняли достаточно много бед. Разрушение первого храма и изгнание еврейского народа не решило этого вопроса окончательно, потому что когда еврейский народ возвратился, снова вырос с Исраэль в эпоху второго храма, снова начались конфликты с эдуметянами, они никуда не ушли, была сделана попытка очень опрометчиво еврейским царём Йохананом Герканом, царь из Кашманейской династии, была сделана им попытка раз и навсегда окончательно решить этот эдумейский вопрос довольно оригинальным и, мягко говоря, некошерным способом, просто заставить всех, когда он в очередной раз победил эдуметян, то он решил вместо того, чтобы принимать какие-то административные меры, просто заставить их всех принять килл. Вот такой вот насильный гиур, который, понятно, что с точки зрения Аллахи он абсолютно неприемлем, ну и кроме того, и с точки зрения военной и политической он был совершеннейшей ошибкой, потому что внутри еврейского народа возникла группа людей, которые формально стали бы частью евреев, частью этого народа, а фактически оставались антисемитами. В дальнейшем, в более позднюю эпоху, наши мудрецы связывают эдум и дометян, то есть как государство и как народ он исчез, растворился. А наши мудрецы стали связывать эйсава, эдум, связывать его с Римской империей. К тому есть самые разные объяснения, какая, собственно говоря, связь вроде бы. Причём здесь римляне, речь идёт о нашем почти двоюродном брате. Самые разные гипотезы могут быть здесь высказаны. Прежде всего нужно сказать, что один из эдумеев по имени антипатор, который вот тогда принял Гию, добился довольно сильного влияния в дальнейшем при дворях шманейских царей, и путём интриг, подкупов и так далее он проложил путь своему сыну по имени Гордус или Ирод в русском произношении, проложил ему путь к власти, а тот в конечном итоге стал властителем всей страны, и будем рассказывать, как это произошло, это достаточно долгая история, но удалось ему прийти к власти благодаря поддержке именно Римской империи, которая в этот момент завладела всем регионом, и в том числе и страной Израиля тоже. Именно на римских штыках Ирод становится ненавистным всем властителем и царём страны. И не исключено, что вот эта вот связь, через его связь с римлянами и его, помню, его идумейское происхождение, мудрецы связали Эдом и Рим. Рамбан даёт другое объяснение, утверждая, что один из, цитируя Иосифа Флавия, он утверждает, что один из первых властителей Рима был внуком Эйсава, так или иначе мудрецы всегда видели связь между этими двумя силами, между Эйсавом, с одной стороны, так как его Тора рисует, правда, его характер мы ещё не изучали, но в дальнейшем он раскрывается довольно полно, и между Римской империей и всеми её наследниками. Понятно, что в эпоху Талмуда Римская империя и еврейский народ находились в столкновении, оно проходило в разные фазы, иногда были просто подчинены римлянам, иногда это были восстания, войны и столкновения уже совсем военного характера, но, безусловно, это всегда-всегда была борьба. И вот эта вот борьба, как её видят здесь Тора, она совершенно не случайная, она борьба до… борьба не просто потому, что два народа что-то не поделили, не поделили кусок земли, не поделили какое-то нефтяное месторождение, или кто-то хочет кем-то править, а другой хочет от него отколоться и быть автономным, или быть независимым, или ещё что-нибудь в этом роде. Нет, здесь совершенно по-другому. Здесь они борются, потому что они противоположности, потому что они взаимоисключающие. И не просто они взаимоисключающие, ещё здесь сказано, и народ народу сильнее будет, опять же, в русском языке довольно трудно это, означает это следующее, народ, во-первых, они никогда не будут в состоянии равновесия, они всегда будут в состоянии, либо один поднимается, как чаши весов, только чаши весов, безусловно, бывают в состоянии равновесия, но здесь этого нет. Нет, когда один поднимается, второй падает, или наоборот, когда один падает, второй поднимается. И имеется здесь в виду не просто, что они всегда будут в таком вот неравном состоянии, а на самом деле лиом, лиом, ей, мать, т.е. народ не народа будет сильнее, а народ от народа будет сильнее, а именно за счёт народа будет сильнее, т.е. среда существования, она для них, в общем-то, одна, и либо тот, кто пользуется ей, это один народ, и крошками от него пользуется второй народ, либо наоборот. Вот это вот постоянная борьба в истории между еврейским народом и всеми теми ценностями, которые он представляет, и Римской империи, с её ценностями, а ценности Римской империи, безусловно, прямо противоположны были ценностям еврейского народа. Это ценности власти, силы, силы военной, желанием через военную силу присвоить себе всё то, что можно забрать у других. Это отсутствие веры в ценность человеческой жизни, насмешка над духовным миром человека, всё это при внешней большой благообразности, образованности и учёности, конечно, всё это всегда характеризовало Римскую империю и всех её наследников. Очень интересно, как вот этот вот конфликт мировой видит его человек совсем-совсем от нас далёкий, а именно известный очень немецкий философ Ницше. Пишет он так. «Добро и зло – суть две противоположные ценности. Они ведут на земле непримиримую войну, длящуюся вот уже тысячелетия. И об этой войне мы узнаём из Писания, что возвышается над летописью бытия доступные чтения». И вот её символ – Рим против Иудеи, Иудея против Рима. То есть, стержень всего, вот эта вот немножко высокая фраза, стержень всей этой борьбы добра и зла в мире – это противостояние Иудеи и Рима, начинающееся здесь противостояние Исава и Якова ещё в утробе у матери. Во все времена человечество не ведало явления более грандиозного, чем эта война, не задавалось вопросом более важным, не знало более серьёзной вражды, чем вражда этих двух противоположностей. «Рим воспринимал еврея как противоречие природы, как бы её не чистую силу. Анти! Рим винил евреев в ненависти ко всему миру. И справедливо, но лишь до тех пор, пока мы считаем правильным ставить избавление рода человечества в зависимости от неограниченной власти над миром ценностей Рима». Т.е. для римлян евреев всегда был полнейшим антиподом, нечистая сила природы. Рим всегда видел в еврея того, кто ненавидит их и всё то, что они представляют, и поэтому две эти силы всегда находятся в состоянии столкновения. А начинается оно, мы видим, ещё в утробе у матери. «И настало время ей рожать, и вот близнецы в её чреве». И очень странно. Такая вот формулировка, когда сказано «и вот», всегда означает, что есть какой-то сюрприз, чего-то, чего мы не ожидали. Человек входит в комнату, зажигает свет, и вот, оказывается, в комнате кто-то уже сидит. А что здесь было удивительного? Если действительно это так, чтобы она не знала, что у неё близнецы, тогда действительно удивление. Есть у неё один товарищ, у которого жена отправилась рожать, она, несмотря на то, что была под наблюдением врачей, никто не знал. И после того, как она родила, вдруг с удивлением акушерка ей сообщила, вот тогда действительно войне его, ещё не всё, всё ещё не закончила, есть ещё один. Это большой-большой-большой сюрприз. Но здесь же этого не было, ведь Ривка знала уже, что у неё близнецы. Уже ей пророк сообщил. Так что же здесь было? Что же здесь было неожиданного? Что здесь был за сюрприз? Очень интересный этот вопрос отвечает Рапшимчин Фуэль Ильич. Он говорит, конечно, не было сюрприза в том, что их было двое. Нет, сюрприз был в другом, что они были близнецы, т.е. насколько они были похожи. После того, как нам объяснили, что они два антипода, что они взаимоисключающие, что даже в утробе матери они не могут ужиться. Одного тянет всё время выйти, когда проходит мимо места, где учатора второго тянет в какое-то языческое капище. При всём при этом Ривка ожидала, что когда они родятся, они будут совершенно-совершенно-совершенно не похожи друг на друга. Оказалось, они таки близнецы и довольно-таки похожи. Идентичные близнецы, различались они только сложения. Как сказано здесь, «И вышел первый, красный весь, как плащ волосат, и нарекли ему имя Исаф». Т.е. он был огненно-рыжим, это первая его черта, чем он отличался от своего брата. Второе, волосами был покрыт не только череп, но и всё тело, что, безусловно, довольно странно для новорождённого младенца. Но, помимо этого, то есть, конечно, он был сильнее развития другого, это да, но вместе с тем, помимо этого, помимо развитости одного и его красно-рыжести такой, всё во всём остальном они были очень похожи, необычайно похожи. Вот это и был сюрприз. Как это может быть так? Два настолько противоположных, а внешне настолько похожих. Т.е. противоположность эта, она глубокая внутренняя. «И нарекли ему имя Эйсав». Скорее всего, можно было бы ожидать, что ему дадут имя Эдом от слова «адом», что означает «красный». Но этого не случилось. Правда, в дальнейшем Эйсав получает это прозвище Эдом, но это произошло уже позже и по другой причине. А здесь его назвали Эйсав. Эйсав происходит от слова «асуй», т.е. сделанный, завершённый, незаконченный. В отличие от новорождённого ребёнка, который рождается, и, безусловно, видно, что он совсем-совсем ещё младенец и неразвитый. То этот родился с полным волосяным покровом, так как уже можно было себе представить куда более взрослого ребёнка. Поэтому его и называют Эйсав. А потом вышел брат его, держась рукой за пятой Эйсава. И наречено ему было имя Яаков, и назвал ему имя Яаков. Яаков от слова «акев», что означает «пита». Яаков держится за пяту Эйсава, и таким образом он растается на свет. Здесь это тоже очень символично. А именно, власть в мире, конечно, будет принадлежать Эйсаву. Власть в мире будет принадлежать Риму, римлянам и всем тем, кто считает себя его наследниками. А Яаков идёт по пятам за ними. Он всегда второй. Он всегда, среди этой пары, он всегда последний. Но он всегда идёт по пятам. И как только кончится владычество и господство Рима в этом мире, того самого Рима, который видит в евреи нечистую силу, как только завершится то самое невероятное противограндиозное противостояние, то сразу же вслед за этим придёт эпоха Яакова, придёт эпоха израильского народа. Ицхаку же было 60 лет при рождении их. И отроки выросли. И стал Эйсав человеком, сведущим в охоте, человеком поле, а Яаков человеком – некоторые здесь пишут кроткий, но это неправильный перевод – человеком простодушным, бесхитростным, живущим в шатрах. Что значит выросли, Раши объясняет, после 13 лет, когда они уже стали взрослыми, совершеннолетними. Выходит, что, как мы и сказали, они родились очень похожими, почти одинаковыми. И только когда они выросли, проявилось различие между ними. Так и пишет Раши, со слов мудрецов, пока они были малыми, невозможно было распознать их по их поступкам. И никто не обращал особого внимания на то, какой у них нрав. То есть, два близнецы, как воспринимают близнецы, конечно, они и похожи. Разный нрав, разный характер никто ещё не видел. Но когда им исполнилось 13 лет, тогда один направил свои стопы к домам мучения, а другой, то есть, в том место, где учат Тур, а другой направил свои стопы к язычеству. И странно, опять же странно, а где вся та борьба, которая шла в утробе у матери? Если в утробе у матери, они не могли ужиться друг с другом. Если в утробе у матери, они воевали друг с другом. И если, находясь в утробе у матери, каждый раз, когда мать проходила рядом со входом в место, где учат Туры, то Яков порывался выйти, а когда проходила мимо языческого храма, то Исав порывался выйти. А куда всё это исчезло после их рождения? Что случилось? В общем-то, ничего не случилось особого. То есть, Исав остался Исавом, и Яков остался Яковым. Все те задатки, которые у них были, все те задатки, которые у них были, они и остались, безусловно. Эти задатки в характере, которые и привели в дальнейшем к их различию. Задают вопрос, Рим – это государство или это то, что противостоит Израилю, то есть Рим может менять своё географическое местоположение. Безусловно, это не только государство, это государство и государственная философия, а в дальнейшем, когда Рим исчезает, то у Рима есть наследники. Эти наследники, они прежде всего и политические, то есть, я имею здесь в виду Священную Римскую империю Западную и Восточную Римскую империю, все те, кто считает их сегодня своими наследниками, но прежде всего и главным образом это, конечно, не политическое просторное наследие, а это наследие духовное. То есть, это идеология, это система ценностей, которую развили римляне и которая продолжает жить и по сегодняшний день. Понятно, что географическое местоположение, оно меняется в каждой эпохе, но всегда можно проследить тех, кто являются наследниками по целому ряду признаков. Так вот, все эти черты, которые были тогда в Исаве, они остались, они не исчезли, только что они не проявляются. Почему они не проявляются? Потому что вообще поведение, характер человека, личность человека, лучше, а при всем не поведение, скажем, личность, личность человека складывается под воздействием нескольких факторов. Самые первые два – это наследственность и среда, окружающая среда. То есть, у нас задатки, которые человек получает от рождения, врождённые факторы и влияние среды. Что касается врождённых факторов, они у Исава были и остались. То есть, он как и был Исавом, так он им и остался и после рождения. Только что стал момент, только когда они были в утробе у матери, то там внешней среды нет. Там человек сам со своей сутью, как он есть. То есть, там действовал только фактор врождённый. Как только они родились, вышли на свет Божий, то здесь уже влияет среда. А среда в доме всякой рифки, она среда, безусловно, благоприятная. И под влиянием этой среды Исав выровнялся, и он вёл себя таким же образом, как Яков. То есть, люди, которые смотрели, они видели здесь двух близнецов. Они не видели здесь, что речь идёт о просто совершенно противоположных людях. Совершенно этого не видели. Более того, мы видим, что так это получается и по устной толи, что есть медаж, который формулирует это не так, как Раши, что оба ходили до 13 лет, оба ходили в школу. Естественно, они ходили в ту же самую школу и получали то же самое воспитание. Всё было одинаково. Только в 13 лет один из них взял сумку с учебниками, с книгами, выбросил её куда подальше и пошёл в поле. Пошёл заниматься охотой и всякими прочими способами увеселениями. Если бы… Значит, если личность человека, она формируется под влиянием двух факторов, так сказать, то здесь картина, которая нарисована, она не совсем такая, а именно. Вы видели, что здесь на личности Исаава среда, окружающая мать, отец их воспитания не повлияли. На поведение? Да. Он вёл себя согласно правилам поведения, принятым в доме мрама и цкака, вне всякого сомбринга, до 13 лет. В 13 лет он не взбунтовался. А почему тогда воспитание не повлияло на его личность? Почему в его воспитании решающим оказались именно врождённые его черты, а не воспитание? И вот здесь мы приходим к одному очень важному моменту. Аравирж обращает наше внимание на это. «Воспитывай парня в соответствии с его характером, в соответствии с его чертой». Тогда воспитание будет удачным, и тогда, даже когда он состарится, то плоды воспитания можно будет в нём увидеть. Исаак был совершенно другим, он не был похож на Якова. Он был похож на него, но он был его противоположностью. Мы сказали, что это было внутреннее, а внешне-внешне они походили друг на друга, внешне они действительно были близнецы. И по поведению они не отличались. Поэтому они получили одинаковое воспитание. А нельзя давать одинаковое воспитание разным людям. Чтобы сразу было ясно, мы не собираемся здесь обвинять, не дай бог, в нерадивости наших прадцев и говорить, что они не понимали в области воспитания, они совершили здесь промах, и они дали ИСАВу неправильное воспитание. А вот мы, мы, как понимаем, мы читали всякие книжки про воспитание детей, слушали всякие диски с лекцией про воспитание детей. Мы тоже точно знаем, как воспитывать детей. Мы здесь сейчас всё всем объясним. Не дай бог, мы это вовсе не имеем в виду. Мы вообще не даём никаких оценок нашим прадцам. Потому что мир наших прадцев настолько далёк от нас, трудер, который настолько выше нас, что понимание их действий, мотивов их действий не очень далеко от нас. Но мы Тору-то мы учить можем, можем и должны. И если Тора даёт нам этот материал, она даёт его не для того, чтобы мы давали здесь оценки нашим прадцам. Не для этого. Для того, чтобы мы сделали для себя выводы. А какой вывод, который здесь напрашивается? Вот этот самый вывод, что каждому нужно давать совершенно индивидуальное воспитание. И ИСАВ мог бы не превратиться в того, кем он стал. Конечно, задатки у него были, врождённые черты у него были. Но под влиянием правильного воспитания он мог бы измениться, если бы это воспитание было бы подобрано к нему и подходило его качествам характера. Но когда вы берёте такого человека, предположим, человека, у которого внутри буглит кровь, человека, у которого человек, обладающий физические силы, и вопросы физические для него безусловно важны. Посадите, например, такого человека, дайте ему воспитание, которое целиком, стопроцентно направлено на интеллектуальную сферу. Завалите его книжками, дайте ему самые умные уроки, изучайте с ним самые важные дисциплины и давайте ему такое интеллектуальное, сугубо духовное воспитание, и вы увидите, как в конечном итоге он ничего из этого не воспримет. Потому что для него это... Он дождётся до какого-то момента, до последнего звонка, как это здесь было в 13 лет, наконец-то выпускной клад, когда можно взять сумку с книгами и выбросить их подальше. Или бросить их на какую-нибудь полку, чтобы они там. И тогда уже заниматься совершенно противоположным. Почему? Потому что у него те ценности, которые ему внушались, связались с той формой воспитания, которая ему не подходила. Еврейское это воспитание, с одной стороны, по своим целям, оно просто элементарно. То есть любые родители должны постараться воспитать человека, который сможет жить по принципу, сказанному об Авраме, дыр-э-хашем, жить, идя путём Бога, жить в близости с Богом, исполняя Его волю, делая добро и справедливость. Цель не такая уж сложная. Но формы каким образом, как привить это ребёнку, как его на это натолкнуть, как сделать из него человека, служащего Богу, человека, который ставит в центре Бога и Тора, вот они здесь совсем непростые. И каждому человеку они должны быть подобраны индивидуально, подходящие к нему. В тот момент, когда эти средства не подходят ему, а они у него ассоциировались, у человека, Тора у него ассоциировалась с той неудачной формой воспитания, которая к нему была применена, неудачной по отношению к нему, она может быть очень удачной к другому, к его собственному брату она может быть удачной, но не к нему. Когда он эти вещи ассоциировал, то в дальнейшем, выбрасывая всё это неподходящее ему воспитание, он выбрасывает и все ценности тоже. Разворачивается, показывает затылок, уходит совершенно в совершенно другую сторону, что, собственно говоря, и произошло с Исао. Если бы он получил другое воспитание, может быть, вся история пошла бы по-другому. Но этого не получилось. Снова мы не собираемся ни в коем случае обвинять здесь наших прадцев. Мы только делаем для себя выводы. Воспитание должно быть индивидуальное для того, чтобы иметь хоть какие-то шансы на успех. Одинаковое, стандартное воспитание для разных людей скорее всего приведёт к неудаче.